В Одесском регионе, к сожалению, хватает проблем, в том числе и экологических. Достаточно вспомнить проблему Куяльницкого лимана, дурных запахов от предприятий, несанкционированных сбросов в море. Проблема в том, считают экологи-общественники, что в вопросах экологии порой непонятно, кто чем занимается. Поэтому пути решения острых экологических проблем сегодня обсуждали на заседании Общественного совета при Государственной экологической инспекции в Одесской области. Одна из проблем, о которой постоянно забывают, это влияние различных берегозащитных сооружений на окружающую среду. Институт проблем рынка экономико-экологических исследований разработал новые методики оценки негативного или позитивного влияния на окружающую среду. Теперь институт просит общественность поддержать свою инициативу. Эксперты уверены, что принятие этих методик за основу пойдет на пользу нашему региону, потому что в случае отрицательного воздействия на окружающую среду сложно подсчитать компенсацию в денежном эквиваленте. Например, я вам приведу ту знаменитую трубу, которую положили у нас в нашем заливе, которая, да, тот ущерб, который был нанесен там бычкам, ракушкам, он был оплачен. Но никто не посчитал того ущерба, который будет нанесен, если трубу включить и действительно неочищенный сброс давать наш залив. И никто не продумал, что уже устарели наши очистные, и там чистого сброса не будет. Поднимались и несколько подзабытые вопросы сбросов Крыжановку и Черноморку. Ни вмешательства представителей облгосадминистрации, ни народных депутатов не помогло. Теперь общественники хотят решить для себя, к кому обращаться, чтобы прекратить эти выбросы. Кроме этого, остро стоит вопрос с определением на местности границ водоохранных зон, определение на натуре. Проблема эта серьезная, во многом благодаря отсутствию этих границ в Одессе и области осуществляется застройка побережья и склонов. Наконец, Юрий Герасченко рассказал о следующем. Устранение дурных запахов на нефтеперерабатывающих комплексах с помощью специальной аппаратуры – это еще не все. Одесситы продолжают жаловаться на зловоние в городе. Проблема в том, считает эколог, что никто из представителей власти не заботился деятельностью полулегальных предприятий, которые расположены по соседству. Есть такие предприятия, нами общественными выявленными, выявленные, как, например, котельная на улице Промышленной 29 в аренду, там какую-то мастику варят, дышать рядом невозможно, они больше это делают после четырех под вечер и ночи. Куда это уносит, никто не знает, насколько оно вредно, не знают. Инспекция как бы выезжала, там их что-то не допустили, обратились в прокуратуру. В подобных вопросах властям и могут помочь общественники. Приблизить решение таких вопросов можно с помощью Института общественных инспекторов. В ближайшем будущем общественники начнут обучать энтузиастов и, возможно, многие проблемы, которые были позабыты, все-таки начнут решаться.